здравствуйте уважаемые друзья добрый день коллеги партнеры нас по-прежнему много собирается на вебинары касаемо заработка получения дохода но по большому счету в принципе расстраивать нас не должно это я вижу что есть надежда из киева владимир из набережных челнов ну еще есть немного людей напишите свои города из которых вы присутствуете вот посмотрим на географию сегодняшнего скажем так вебинара какой охват территории речь у нас с вами пойдет сегодня об инструменте об инструменте который позволяет зарабатывать деньги вот не знаю как часто вам жизни предлагают такие инструменты да я не говорю что именно компания skyway там млм бизнес вот как часто к вам кто-то обращается с предложением заработать денег вот это было бы интересно вот я вижу белгород приветствуем белгород таллин приветствуем то есть у нас скажем так европейская часть а вот есть евгений из владивостока очень рада вас видеть потому что в принципе вебинар действительно ориентирован в первую очередь для людей которые проживают дальневосточном округе хабаровском крае вот там сахалин камчатка япония соседняя корея китай и так далее скосков из город-остров приветствую вас маргарита вспоминаю детство во время которого три раза был в вашем городе то есть когда был еще пионером есть такой точнее жила такая пионер герой клава назарова да вот и мой пионерский отряд который был ускорит был назван именем этой женщины мы приезжали в остров на мероприятие посвященной скажем так когда-то советском союзе данному человеку поэтому приветствую город остров реку великая итак друзья то есть нас немного вот но тем не менее скажем так мы будем двигаться по информации одну хочу добавить от себя что действительно предложение компании skyway capital сегодня она уникальна почему потому что существует в принципе большое количество возможности заработать правда вы можете сегодня первый способ скажем так при умножении своих денег взять их и самый бестолковый способ пойти отдать на какой-либо депозит в банке я ни в коем случае не хочу обижать людей которые это делают но скажем так деньги не сохраняются уменьшается потому что как правило скажем так банки которые дают такие депозиты они ваши деньги не приумножают они просто пользуются этими деньгами скажем так своих каких-то схемах там где они выдают кредиты да то есть вам депозит дают там от 8 до 12 процентов пусть даже так вот а выдают они кредиты там от 20 с лишним и до 50 порой да на различные нужны человеческие то есть они накручивают свой процент они вам за это благодарны то есть депозит который у вас лежит в банке по сути дела это ваш минусы актив банка вот таким вот образом есть какие-то другие способы да вы можете в принципе если у вас достаточно приличная сумма денег накупить себе недвижимость и потом сдавать ее в аренду и получать уже пассивный доход когда-то это недвижимость скажем так окупится да и вы будете просто получать прибыль от того что вы вложили когда-то выгодно деньги вы можете организовать какое-то производство но это потребует от вас многобиллионных вложений большой головной боли да по оформлению того что вы будете делать вот а потом скажем так и отбиваться от большого количества проверяющих хотя каждый год на прямых выступлениях там президента например российской федерации говорится что хватит кошмарить бизнес проверять не чаще чем раз три года но тем не менее почему-то этого не происходит то есть на местах все это спускает с тормозов и огромное количество людей скажем так вампиров комаров кровососов да там не знаю клещей клопов которые сами ничего не создают да на которых очень много создано в различных государствах я не говорю только про россию хотят пить вашу кровь в виде ваших денег вот делать они ничего не хотят скажем так полезного продукта они не создают да кстати банки тоже вот если мы посмотрим внимательно да есть целый ряд фильмов касаемых темы денег они достаточно просты любому из вас доступен youtube и там вы можете набрать название фильма деньги пирамиды долгов да или бесценный доллар это 45 минутные фильмы которые выходили на телевидении там очень грамотно рассказано скажем так как сегодня образуется добавочная прибыль там и так далее так далее так далее то есть все очень интересно все просто если вы посмотрите эти фильмы вы многое думаю поймете потому что там есть рисунками с мультфильмами по сути дела все разложено и положено в рот да для тех людей которые задумываются на тем как стать финансово грамотным и как зарабатывать деньги точнее как создавать источник дохода потому что зарабатывать деньги можно еще физически я думаю большинство из вас тоже это знают можно пойти наняться даже скажем так на выполнение каких-то разовых работ и ничего плохого в этом нет потому что люди ищут способы увеличения своих скажем так заработков прибыли и так далее кто-то скажем хороший мастер клеит там и кладет плитку да кто-то помогает что-то строить кто-то просто землю копает за деньги и так далее так далее и все это нормально кто-то занимается частным извозом свободно от работы основное время потому что на основной работе мало платят так вот возможность компании skyway capital который надает людям чем она уникальна данная возможность для каждого из вас тем что даже в мире млм которым существует более 5000 программ подобного предложения в принципе нет отличие очень сильная смотрите большинство компаний млм компаний сетевых компаний которые называются да вот таким образом я думаю многие из вас знают эти компании кстати если вы знаете что есть такой млм бизнес там сетевой бизнес поставьте пятерочки в чате да вот я посмотрю кто у нас знает сетевой бизнес то нет вот сетевом бизнесе как правило на любые рынки которые выходит новая компания она приходит уже чем-то то есть компании устоявшиеся компании сформированы там есть руководство там возможно есть производство чего-то очень полезного, сделаю акцент. Есть огромное количество сетевых компаний, в которых полезный товар, который нужен людям, который у вас требован и так далее. Возможно, есть компании, в которых есть целый ряд услуг, которые они предлагают, скажем так, людям и по многоуровневой системе вознаграждают тех партнеров, которые стали пользователями, того, что у них есть, и строят сети из людей, которые точно так же по отношению к компании становятся пользователями. Кто-то из них так и остается на уровне пользователя и клиента, а кто-то еще, скажем так, приводит новых людей, давая им информацию, и на этом зарабатывает определенные комиссии. У всех этих компаний есть свой маркетинг-план, у всех этих компаний есть своя партнерская программа, и у каждого она уникальна. Похожих фактически нет. Даже бывают проценты похожие и так далее, но все равно, скажем так, рынок, на котором работает данная компания, отличается, там бальность и так далее. Какое же предложение делает компания Skyway Capital сегодня? Смотрите, мы имеем дело с тяжелой технологией, с технологией, которая у нас будет внедряться уже в ближайшее время. Я сравниваю всегда в последнее время это с тем, что разработал когда-то Стив Джобс, Билл Гейтс. Но даже вот в этом направлении, если вы внимательно следите за финансовыми рынками, есть такой сайт РБК, который, как выяснилось, принадлежит, скажем так, Михаилу Прохорову. На этом сайте можно отслеживать информацию по там росту или выпадению валют, по, скажем так, каким-то различным видам бизнеса. Но буквально информация за последние 3-4 дня, что, например, акции компании Apple подешевели на 7% за последнюю неделю. А за последние 2-3 дня акции Facebook выросли, скажем так, на 10% в цене. То есть рынок акций тоже, скажем так, это одна из возможностей зарабатывать деньги. Но, как правило, если вы хотите купить акции уже устоявшихся компаний, которые, скажем так, на слуху и которые стоят дорого, тоже нужно иметь большую сумму, чтобы потом, скажем так, надеяться на колебания на бирже, на рост, скажем так, популярности этих акций и так далее, и так далее. Так вот, представьте себе 70-е годы, начало, скажем так, интернет-бума, тогда, когда были большие вычислительные машины, в Советском Союзе типа ЕС-1035, ЕС-1060, тупиковый вариант, как нам сказали потом, развитие, скажем так, техники вычислительной. Там, где люди ходили с перфокартами, набивали программы, там перфоленты были, там накопители на магнитных лентах, на магнитных дисках, то есть там были такие офигенные, офигенные из низа выражения комнаты большие, в которых стояла одна машина, в которой должно быть там было холодно в этой комнате, и так далее, и так далее. Вот. И вот в это время вдруг появились люди, молодые люди, да, Билл Гейтс, Стив Джобс, потом появились те, которые стали производить персональные компьютеры, да, то есть те, которые поняли, что нужно железо для того, чтобы программы разрабатывали компании Apple, компании Microsoft, потом появилось еще несколько десятков компаний, производящих программное обеспечение, да, для разных нужд, для разных направлений деятельности, то есть там для дизайнеров, для людей, которые работают в промышленности, называемой, скажем так, печатной, да, индустрии, то есть где выпускаются полиграфические, точнее, материалы, и так далее, и так далее. То есть для дизайнеров, для каких-то, для печатников нужны свои программы, для людей, которые, скажем так, занимаются обучением, им нужны свои программы, и так далее, и так далее. Так вот представьте себе, в конце 70-х годов к вам обращаются, ну, давайте возьмем Билла Гейтса, да, который когда-то сказал на таможне, переезжая из США в Канаду, ему таможенник задал вопрос, скажите, какие-нибудь ценности с собой везете? Он говорит, вот эта дискета, говорит, стоит несколько миллионов долларов. На что, скажем так, таможенник покрутил и сказку, а какой-то ненормальный свитерий проехал с Америки, да. Так вот представьте, к вам приходит Билл Гейтс и говорит, уважаемый, я собираюсь создать очень крупную компанию, которая будет заниматься выпуском программного обеспечения, и там каких-то комплектующих компьютером, и так далее, и так далее. Но основной упор на программы, например, да. Если вы сегодня проинвестируете меня там на 50, на 100, на 200, на 300 долларов, то через короткий промежуток времени вы будете очень богаты. Ну, короткий это какой-то, там, обозримый, там, 5, 10, 15 лет, да. Большинство людей, к тому же Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу, кстати, да, сказали, ну, все это фигня, наверное, ничего у вас не получится, ребят, не хотим. А нашлись те, кто деньги дал. И в итоге сегодня мы имеем, скажем так, крупнейшие компании в сфере IT-технологий, что Microsoft, что Apple, да. И те, кто на начальном этапе распознал возможность получения большого количества денег в будущем, они сегодня миллионеры, они сегодня мультимиллионеры, миллиардеры. Потому что в компании Microsoft, по-моему, более миллиона человек, у кого, скажем так, в год доход превышает миллион долларов США. Вот, ну, такая цифра. Я, может быть, ошибаюсь, но я видел статистические данные, писалось примерно про такое количество людей. Это те люди, которые, скажем, не только трудятся сейчас на Билла Гейтса, но которые приняли участие в этом проекте и так далее. То есть когда-то инвестировали денежные средства. Итак, друзья, представьте себе ситуацию, что вот это 70-е годы, к вам бы обратился, и вы бы знали, да, что это действительно даст такой эффект. Я думаю, конечно, вы дали свои 200 долларов тогда. Вот. Или 300 долларов. Может, это даже 500 дало, да. Сейчас ситуация примерно такая же. К нам обращается генеральный конструктор технологии струнного транспорта Анатолий Дарвич Юницкий. Вы видели наверняка его обращение в видео, да. И говорит, друзья, мы сегодня строим самый крупный бизнес, потому что мы выводим на мировой рынок транспортную технологию, инновационную, да, которая в дальнейшем будет иметь емкость 30-50% всего транспортного рынка. Вот. Я думаю, многие из вас, кто сейчас находятся в комнате, со мной согласятся, что транспорт нужен нам всем. Более 90% людей в большей-меньшей степени касается транспортного направления, да, то есть кто-то ездит на работу, кто-то реже, кто-то чаще, вот, кто-то любит путешествовать, кто-то любит отдыхать, кому-то просто приходится ездить по каким-либо другим причинам, да, но мы касаемся темы транспорта. И вот транспорт назвать, скажем так, безопасным абсолютно, там, комфортным, дешевым или каким угодно еще, экологически чистым нельзя. А вот такую технологию предлагает Юницкий, вы знаете, она близка к реализации. Юницкий говорит, так, какую бы сумму ты не проинвестировал, даже 15 долларов в США в компанию Skyway Capital, ты станешь совладельцем этой компании, ты станешь совладельцем технологии. А если ты еще успеешь, пока мы привлекаем инвестиции посредством краудинвестинга, да, докупить несколько пакетов и увеличить портфель инвестиций в нашем проекте, ты можешь стать богатым в недалеком уже будущем. Причем данная технология будет быстрее входить в жизнь, чем вот все те устройства, которые внедряли, скажем так, Стив Джобс, те программы, которые внедрял Билл Гейтс и так далее, и так далее. Что мы говорим с вами о транспорте. Так вот, неважно, от 15 долларов ты инвестируешь либо больше, ты можешь стать успешным и богатым, да. Мало того, у нас есть партнерская программа. Вот здесь мы касаемся мира MLM, да. То есть у нас, естественно, связаны два направления, скажем так, получения дохода на сегодняшний день. И одно, и второе, скажем, интересное и достаточно простое. Первое из них, то, что вы вкладываете деньги, и у вас будет серьезный доход, когда вы сможете продать, например, часть пакетов, которые вы купили по солидной цене, потому что каждая акция будет стоить 1 доллар США 2017 года, да. Либо получать дивиденды. А вторая сторона вопроса, у нас есть партнерская программа с целью стимулировать деятельность наших партнеров и инвесторов, которые готовы делиться о нашей возможности и помогать нам привлекать денежные средства. И по этой партнерской программе вам могут начисляться живые деньги, так называемые на бонусный счет. Вы можете их выводить и тратить на то, что вам нужно, и вы можете зарабатывать много. У нас состоялась вот неделю назад конференция в городе Минске, и там были люди, которые зарабатывают и тысячу долларов в месяц, и даже не одну тысячу долларов в месяц. Понимаете, да? И вторая сторона вопроса, то, что компания до сих пор еще продолжает дарить часть долей компании в виде акции, да, в виде денег, точнее, на акционный счет. И с акционного счета, если вы помогаете нам развивать наш бизнес, если вы кому-то рекомендуете, по вашим рекомендациям кто-либо что-то покупает, вам на акционный счет начисляются деньги, которые вы можете использовать только на покупку акции нашей компании. Соответственно, ваш портфель инвестиций растет. А что делать, спросите вы? Вы знаете, действия просты. Делать то, что вы делаете каждый день. Вот, опять же, я скажу, что нас не очень много. Вы каждый день, даже непроизвольно, кому-то что-то рекомендуете. Начиная от того, в какой детский сад лучше сдать ребенка, в какую секцию водить, каким автобусом лучше воспользоваться, чтобы доехать там куда-то, какой фильм посмотреть, какие продукты в каком магазине лучше купить, в каком кинотеатре лучше посмотреть фильм, в каком из KFC, скажем так, курица лучше обжарена, и она большего размера, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы рекомендуете непроизвольно. Почему? Потому что вы человеческий, скажем так, человек так устроен. Он совершенно спокойно говорит, без всякого, скажем так, сомнения, о том, что ему кажется, что это хорошо. Причем курильщик вам может рассказать, какие сигареты самые лучшие. Тот, кто любит пить водку, он может вам рассказать, насколько, скажем так, классная и качественная водка, например, Финляндия, которая сдобрена каким-то брусничной эссенцией, и так далее. В общем, неважно, что люди рекомендуют, они рекомендуют. Поэтому задача, по сути дела, каждого партнера компании Skyway Capital, кто хочет зарабатывать деньги, это давать рекомендации людям. Но, опять же, если подходить с точки зрения бизнеса, у любого бизнеса есть свои простые какие-то правила и законы. Если вы будете эти правила соблюдать, вы знаете, у вас будет получаться. Одно из первых правил, когда приходит новичок строить бизнес по партнерской программе, ну и компании Skyway Capital в том числе, это правило MLM, то, что он сам, по большому счету, поначалу никому ничего не должен рассказывать. Он может только поддакивать и передавать какие-то свои эмоции. Желательно, чтобы вместо него информацию доводили люди, пригласившие его в этот бизнес, люди нейтральные, которые могут проводить мероприятия онлайн, куда вы можете пригласить своих партнеров, либо люди, которые проводят у вас живые мероприятия в вашем городе, куда вы можете пригласить своих людей. Причину, я думаю, многие из вас понимают. Поймите правильно, да, мы загорелись, мы увидели перспективу, мы так хотим донести нашим родным и близким, да, что это выгодно, что это полезно и так далее, и так далее. Но, как правило, в первую очередь родные и близкие нас как раз-таки не слушают. Вот если вы родных и близких своих, да, навстречу приведете к тому человеку, который вас сюда пригласил, а бывает еще лучше к лидеру, скажем так, в структуру в вашем городе, да, он даст информацию, квалифицированно ответит на вопросы ваших родных и близких, и в этом случае вероятность, что ваши родные и близкие последуют за вами гораздо выше, чем когда вы дома придете с горящими глазами, с языком на плече, да, вот с такими вот ошеломленным видом будете людям рассказывать, блин, такая возможность там и так далее, и так далее, транспортная технология, и все, что вы запомнили где-то, да, пытаетесь вывалить ему на голову. Вот этого делать не надо. Если вы хотите привлечь как можно больше людей, которых вы любите, да, это могут быть ваши родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги по работе там и так далее, тем, с кем вы общаетесь по жизни, да, и прочее, вот. Самое лучшее, что вы можете сделать, предоставить их в руки того человека, который может вместо вас об этом рассказать. Ваша задача потом только, может быть, ответить на вопросы, помочь зарегистрироваться, да, и объяснить дальше, какими платежными системами пользоваться, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы в таком русле будете двигаться, у вас будет получаться. Я не могу сказать, что это легко, нет, это не легко. Но вот действия, которые надо делать, они просты. Вот вы знаете, да, слово легко и слово просто, а это не одно и то же далеко. Так что вот такие дела, друзья. Итак, действительно, сегодня есть уникальнейшая возможность создать еще, скажем так, один источник дохода до момента выхода группы компании Skyway со своей технологией на мировой транспортный рынок. Вот. И если вы будете делать простые шаги вместе с командой, если вы будете посещать мероприятия, да, вот в октябре, например, у нас будет еще одно крупное мероприятие международное в Белоруссии, осенью, в октябре, где людей будет гораздо больше, чем было на этом мероприятии. Раза в три, в четыре, может быть, даже в пять. Поэтому, если, скажем так, тому времени у вас наберутся какие-то люди, я сделаю акцент, вменяемые, да, которые готовы разбираться. Не те, которые, скажем так, упираются, вас не слушают, да и вообще они не готовы ничего делать в жизни, если со стороны посмотреть, да, они в своей жизни ничего не достигали по одной причине, потому что они ничего не пытались достичь. Хочу вам здесь еще одну рекомендацию, наверное, дать. Не пытайтесь сделать людей счастливее, чем они есть, чем они хотят, точнее. Вот. Вы можете им предложить, вы можете им помочь, вы можете их поддержать. И никогда не делайте за людей то, что они должны делать сами. Если бы вы пытались ходить за своего ребенка, да, в детстве, скажем так, своими ногами передвигаться, он бы никогда не пошел. Конечно, мы живем в мире, когда у людей куча сомнений. Есть такое, скажем так, предположение, выражение, да, если маленькому ребенку грудному пришить голову взрослого, он никогда не пойдет. Никогда не пойдет там, никогда не будет ползать. Причина здесь простая. Большинство взрослых людей боится всего нового. И у них куча сомнений перед тем, как сделать какой-то шаг в какую-то, скажем так, новую сферу, да. Вот. Ну, это так, к сожалению. Меньше всего люди любят перемены. Но если вокруг вас, например, есть люди, которым действительно остро встает тема денег, а деньги, вы знаете, нам нужны для разных нужд, это могут быть какие-то нужды детей, это могут быть собственные нужды, это может быть здоровье, обучение, какая-нибудь безделушка, да, в конце концов, которая сильно мотивирует человека, ему это очень нужно, да. То вот таким людям вы можете предложить только следующее, услышав, что им хочется, да, можете сказать простую фразу, ты знаешь, по-моему, я знаю, как я могу тебе помочь. И не рассказывать здесь тут же о том, что вот вы сейчас там в Skyway, вы там инвестор, транспорт второго уровня, летающие юнибусы и так далее, так далее. А просто сказать, что я могу тебе помочь. И смотрите на реакцию человека. Если он говорит, да, а как, давайте об этом расскажу немножко позже, сейчас мы с тобой там где-то на улице находимся, в метро кучу людей, там еще какую-то причину найдите. А потом пригласите его на встречу, на которой ему дадут информацию. Итак, друзья, переходим к маркетинг-плану компании Skyway Capital. Он простой, вот, я надолго вас не отвлеку сегодня, да. Если вы готовы слушать, может быть, кто-то даже готов записывать, давайте с вами пометим, у нас 6 квалификаций. Начиная от партнера, потом идет консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Вот, любой человек, который зарегистрировался на нашем сайте, он просто клиент, да. Клиент, который имеет право сделать следующее, разбираться в информации, выбирать в личном кабинете партнера в разделе инвестировать любой из пакетов и покупать себе этот пакет. Маленький пакет, средний пакет, большой, 10 пакетов, не важно. Если он просто купил пакеты, да, этот человек просто клиент, который, в принципе, нам ничем не обязан, мы ему не обязаны, да, он увидел перспективу вложения денег. Если этот человек ничего не хочет делать, да, и как бы вы ему предложили, что есть возможность заработка и так далее, и так далее, ну, в принципе, наверное, есть смысл оставить его в покое, но если человеку не все равно, пусть он даже небольшой, но интерес проявляет к возможности дохода, следующее действие, которое вы должны сделать с этим человеком, в его личном кабинете завести его в раздел инструменты партнера, реферальные ссылки, и там высвечиваются сообщения. Кстати, инструменты партнера недоступны не только реферальные ссылки, если человек не подписал соглашение, а также ему недоступны и баннеры, и также ему недоступна партнерская программа, ее описание. Зачем, если человек не партнер, да? Так вот, чтобы человек стал партнером, у него появилась возможность получать здесь доход, он просто должен в разделе реферальные ссылки нажать на кнопку «Ознакомиться с договором», после ознакомления подписать договор. Как только он это делает, страница сайта перегружается, и там написано «Поздравляю, вы стали партнером», после этого раздел реферальных ссылок становится доступным. Эти реферальные ссылки можно давать людям, которые вас окружают, в повседневной жизни, в мире интернета. Важно сказать следующее, что реферальные ссылки все равно вы должны будете отправить со своего компьютера на их компьютер посредством электронной почты, скайпа, вайбера, ватсапа, там еще целого ряда мессенджеров, да? Вы можете их отправлять в социальных сетях, в сообщении личном с друзьями, да? Вот. И люди регистрируются по вашей реферальной ссылке, разбираются в информации, кто-то разбирается до регистрации, да? И приобретают какие-либо пакеты акций. Когда вы подписали соглашение, вам доступны реферальные ссылки, у вас есть четыре уровня глубины вашей партнерской структуры, с которой компания вам будет выплачивать процент от привлеченных инвестиций. От созданного товарооборота, это можно так сказать, потому что у нас, скажем так, товарооборот это приобретение людьми пакетов долей компании Skyway Capital, да? В итоге группа компаний Skyway. Итак, друзья, если вы стали партнером, подписали это соглашение, то с первого поколения, это непосредственно зарегистрированные по вашей реферальной ссылке и купившие какие-либо пакеты акций люди, вы получаете 15%. Со второго поколения, то есть это те люди, которые пришли по реферальным ссылкам, приглашенных вами, вы получаете 4, с третьего уже 2 и с четвертого уровня 1%. То есть это ситуация для тех, кто, скажем так, готов получать какие-то дополнительные деньги, не особо делает ставку на то, чтобы активно развивать бизнес, да? Вот, просто-напросто он может быть даже готов, скажем, сделать следующее действие. Он купил большой пакет акций и изредка рекомендую людям данную возможность, просто возвращает потихоньку вложенные деньги в нашу компанию и особо не мыслит о том, чтобы быть большим лидером, строить большие сети и получать большой доход, но это нормально, человек-партнер. Далее, консультант. Консультант это тот человек, который сам лично купил акции нашей компании на 100 долларов и более может купить, да? И в его первом поколении есть не меньше двух, которые последовали за ним и приобрели себе акции на сумму 100 долларов и более. И третье условие здесь, чтобы стать консультантом, вот оно. Суммарный товарооборот ваш личного и первого поколения должен достигать цифры 300 долларов США либо более. В принципе, покупка вами на 100 долларов и двумя партнерами на 100 долларов в первом поколении выполняет третье условие. С этого момента вы становитесь консультантом и вы получаете 15% с первого поколения вашей структуры, уже 5% со второго, 3% с третьего, 2% с четвертого и у вас добавляется еще пятый уровень глубины, с которого компания вам выплачивает 1% от товарооборота, который делает ваша структура или команда, так это называется в MLM бизнесе. Следующая квалификация называется лидер. Лидером вы сможете стать в том случае, когда сами лично купите акции нашей компании от 200 долларов и более, проинвестируете в наш проект и в вашем первом поколении будет не меньше трех, которые вас повторили. Как только это произойдет, при условии, что суммарный товарооборот вас и вашего первого поколения достиг уже 2000 долларов либо более, вы становитесь лидером. И в этом случае с первого поколения вам будут выплачиваться те же 15%, со второго уже 7%, сразу на 2% больше. Это, скажем так, довольно серьезные деньги, потому что 2%, например, от 10 тысяч долларов, если у вас создается такой товарооборот, это 200 долларов. Вот, 200 долларов у вас будет больше, чем если вы будете на лидере, а не на консультанте. Третий уровень 5%, четвертый 3%, пятый уровень 2% и шестой уровень появляется, с которого компания вам выплачивает 1%. Квалификация мастер. Слово мастер, я вот как обычно говорю на наших вебинарах по маркетинг плану, говорит о том, что вы уже много умеете, у вас большой опыт, да, и вы стали мастером. То есть, есть люди, которые за вами следуют. На предыдущей квалификации, которая называлась лидер, лидер это тот человек, который не один куда-то идет, да, а тот человек, за которым уже идет какое-то количество людей. Вот, потому что если вы говорите, что я лидер, а вокруг вас никого нет, вы не лидер, вы сторож. Вот, вы где-то сидите один, может быть даже на острове, знаете 25 иностранных языков, да, но в течение 5 лет ни с кем не общались. То есть, грошится на этим знаниям. Итак, друзья, мастер, ваш личный товарооборот, ваши личные инвестиции в наш проект достигают цифры тысячи долларов и более. В вашем первом поколении есть не меньше трех людей, которые достигли квалификации лидер, то есть выполнили вот эти вот условия. И суммарный товарооборот всей вашей команды достигает не менее 5000 долларов США. Всей командой имеется в виду ваш личный и вашего первого поколения, потому что у нас квалификационный первый уровень. Когда это происходит, вы с первого поколения продолжаете получать 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого уже 4%, с пятого 3%, с шестого 1%. И у вас еще открываются три уровня глубины, из которых вам компания начинает выплачивать по 0,5% из товарооборота, который создает ваша структура, ваша команда. Следующая квалификация называется эксперт. Эксперт это тот человек, который, ну скажем так, знает уже все тонкости бизнеса, у него большая команда. И здесь тоже есть три условия. Первый из них, ваши личные инвестиции в наш проект должны быть не менее 5000 долларов США. У нас есть большое количество людей, которые покупают такие пакеты и больше. И за 10 тысяч долларов, и за 20 тысяч долларов люди покупали пакеты, и выше еще. То есть, если вы сразу купили такой большой пакет, даже когда вы пришли в наш бизнес, только начинали его строить, вокруг вас никого не было, вы сразу заложили себе фундамент пятой ступеньки карьеры нашего маркетинг-плана. Это достаточно серьезно, это важно. Итак, эксперт. Чтобы стать экспертом, необходимо, как я сказал, 5000 долларов личного товарооборота, не меньше трех мастеров в структуре. Два из них обязательно должны быть в первом поколении. А третий мастер должен быть, не входить в ветки первых двух мастеров, и там уже нет никакой разницы в каком поколении, в какой глубине он от вас находится. Вот таким вот образом. Когда три условия эти выполняются, то, заметьте, с первого уровня компания вам начинает выплачивать 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертый, пятый, шестой точно такое же вознаграждение, как на мастере, с седьмого по девятый по проценту, и с десятого по двадцатый вам уплачивается 0,2%. То есть у вас с большей глубины вы теперь имеете возможность получения дохода. Итак, друзья, высшая ступенька квалификации нашего маркетинг-плана называется топ-эксперт. Здесь также есть три условия. Первый из них, ваша сумма личных инвестиций, не менее 10 тысяч долларов, за все время. То есть здесь не надо разово покупать на такую сумму. Вы можете это накопить. Вы можете, скажем, периодически брать пакеты акций, они все будут складываться, и у вас будет увеличиваться, скажем так, ваш личный товарооборот. В вашем первом поколении должно быть не меньше трех экспертов, то есть тех людей, которые мы рассказывали на предыдущей квалификации. И суммарный товарооборот всей вашей структуры должен достигать не менее 30 тысяч долларов США. В этом случае с первого поколения вам выплачивают 17% уже за любую, скажем так, инвестицию, которая будет приходить в компанию, со второго 7, с третьего 5, с четвертой, с пятой, с шестой то же самое, что на эксперте, с седьмого по девятый по 0,5%, с десятого по двадцатый 0,2% и с глубины с 21 по 24 уровень вам выплачивают по 0,1%. Вот таким вот образом. Вы знаете, я вижу, что кто-то пишет под названием бизнес чего-то там, да, бизнесер, вот, ну это ваше мнение, вы можете здесь, скажем так, долго, скажем, писать свои возмущения и так далее, и так далее. Важно я могу сказать следующее, что невзирая на все ваши вот эти вот слова, которые вы здесь написали, развивается проект группы компаний Skyway. Строится, скажем так, полигон в Минской области, где, скажем, в ближайшее время осенью пройдут уже испытания, демонстрации транспорта городского, да. Люди у нас зарабатывают деньги, вот, поэтому вы можете, скажем так, избрызгаться слюной там, где вы находитесь там, до потери пульса, да, и зайти, покраснеть, лопнуть от злости, я не знаю от чего, почему вы пишете вот то, что вы здесь пишете, но это ваша проблема, вот. Подойдите к зеркалу, можете ударить по нему кулаком. Вот таким вот образом. То, что вам это знакомо, да мне в принципе все равно то, что вам знакомо. МНМ бизнес – замечательная возможность получения дохода, есть люди, которые получают деньги в разных компаниях, вот. Поэтому можете и списаться здесь, а лучше просто выйти из комнаты и все, то есть вам эта информация не нужна. Она для вас бесполезна, скажем так, ваши мозги закрыты, ну и вам это не поможет никак. Итак, друзья, все, что я сейчас сказал на слайдах, оно отражено в данной таблице, да, то есть четыре уровня вознаграждения есть для партнера, и к нему не предъявляются никакие, скажем так, обязательных условий для получения этого дохода. Начиная с консультанта по топ-эксперт, есть цифры, которые нужно выполнять, лишний товарооборот, да, его сделать один раз, потому что я говорю, что накопительный у нас маркетинг-план, вот. И товарооборот всей структуры первого поколения. Ну, знаете, компания на этом не остановилась, и для тех людей, кто помогает нам активно привлекать инвестиции в наш проект, да, еще есть дополнительный бонус, который, в принципе, считается от начала до конца месяца. То есть, если вы работаете с людьми, и в вашем первом поколении приобретаются пакеты, да, то за первые четыре пакета, купленные у вас с начала месяца, вам выплачиваются положенные 15%, ну, скажем так, до квалификации мастер-включительно. Вы помните, я говорил, что эксперт получает с первого поколения 16%, топ-эксперт 17%. Но, как только покупается пятый пакет, то за пятый пакет вам начисляется уже 16%, до мастера включительно, и за все предыдущие четыре пакета выплачивается еще один процент. То есть, ситуация получается такая, что у вас купили все пять пакетов, и за каждый вы получили 16%. Далее, шестой, седьмой, восьмой, девятый, как только покупается десятый пакет, вам за десятый пакет начисляется 17%, а за предыдущие пакеты еще один сверху. Оборот, который вы создали до этого, еще один процент. Если месяц не закончился, и у вас продолжают люди покупать пакеты в первом поколении, то, когда вы доходите до двадцатого пакета, за двадцатый вам начисляется 18%, и все последующие купленные пакеты тоже начисляются, скажем, по 18%, а за предыдущие 19% сверху начисляется еще один процент. Но есть несколько простых условий. Первое, в зачет берутся только те пакеты, которые куплены в течение одного календарного месяца. Второе, один человек здесь может купить несколько пакетов. То есть у вас могут быть партнеры, которые купили там второго числа, пятого числа себе пакет в первом поколении, седьмого, десятого, неважно. Они могут даже в течение дня купить, один утром, один вечером. Все это будет учитываться. Для получения бонуса учитываются те пакеты, которые ваши партнеры приобрели себе в рассрочку. То есть вот они взяли рассрочку на 10 месяцев, да, они платят там ежемесячно небольшие суммы и, скажем так, продолжают оплачивать рассрочку. С каждого пакета, который они оплатили ежемесячно, вам идут начисления. Чем больше людей у вас приобретает рассрочку, здесь, да, тем больше у вас шансов получать 18% за проплату. Если вы являетесь экспертом, то вам будет 19% с первого поколения за все платить, если у вас будет более 20 платежей. Если вы топ-эксперт, 20%. Далее, пакеты, которые покупаются по этой бонусной программе, идут за счет, могут быть куплены людьми, которые только сейчас пришли следом за вами, зарегистрировались по вашей реферальной ссылке, да, либо давно зарегистрированы, присматривались, сейчас решили, скажем так, проинвестировать в нашу компанию. А может быть теми людьми, которые периодически что-то покупали. Ну и точно так же, как и на всех квалификациях, о которых я вам рассказывал, деньги начисляются как на бонусный, так и на акционный счет. Сразу хочу еще сделать маленький акцент. Мы говорим о маркетинг-плане, и вот проценты, которые выплачиваются по маркетинг-плану, да, это так называемые живые деньги. Что это за деньги? Это те деньги, которые вы вводите в личный кабинет, да, на основной счет, либо заработанные деньги по партнерской программе с бонусного счета. То есть, вознаграждение процента в виде, опять же, живых денег начисления на бонусный счет, это за купленные пакеты с бонусного и с основного счета. Акционный счет – это подарок. То есть, если вы помогаете нам развивать бизнес, то компания вам начисляет одинаковые суммы пока еще, да, на бонусный, на акционный счет. И все, что есть на акционном счете, вы можете использовать для увеличения портфеля инвестиций в нашем проекте, приобретая, скажем так, пакеты на светло-серозеленом фоне, который не относится ни к каким акциям, то есть простые пакеты, с теми дисконтами, которые сегодня есть на шестом этапе, от 53 уровень доходности до 500 на очень больших пакетах. Вот таким вот образом. Есть маленький пример, то есть мы взяли вырожденный так называемый, да, пример математический, когда в вашем первом поколении все партнеры покупают на 50 долларов. Вы просто взяли 50 долларов. За первые 4 покупки и пятую покупку вы получите 40 долларов, потому что, скажем так, за пятую вам уже начислил 16 процентов, соответственно, все это будет соответствовать тому, что написано в первой строчке данного примера. Дальше, если у вас будет 10 проплат в первом поколении по 50 долларов, то за следующие 5 пакетов с 6 по 10 вам начислят уже 45 долларов. Если продолжаться будет строиться структура, и люди будут покупать пакеты по 50 долларов, то за последующие 10 проплат вам начислят 95 долларов. Суммарно это получится 180. И если у вас, вы видите, здесь два шарика нарисовано, 21 там и не подписаны, да, купится еще два пакета, соответственно, за них вам начислят по 18, ну, по суммарно 18 долларов. То есть за весь товарооборот, который будет составлять 1100 долларов США в первом поколении у вас, вы получите 198 долларов выплат на бонусный и на акционный счет. Вот таким вот образом, вот такой пример. Ну и здесь я, наверное, хотел немножко рассказать о правилах, условиях, о преимуществах нашего маркетинг-плана. Первое, очень важное, то, что он накопительный, да, все, что вы делаете с момента регистрации, с момента покупки первого вашего пакета, либо даже вы сами еще не купили пакет, потому что вы видели, да, партнеру не обязательно купить пакет для того, чтобы мы уже начислялись в вознаграждении на бонусный и на акционный счет. Вот вывести, конечно, он не сможет деньги с бонусного, он пока не купит даже минимальный пакет, но начисления уже идут, то есть он подписал партнерское соглашение. Квалификационным у нас считается первый уровень. Одну секунду. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма, которая должна быть на вашем бонусном счете составляет 30 долларов США и более. Условия роста вашей квалификации, то есть продвижения по карьере связаны с тем, какие инвестиции делаете вы сами и инвестиции ваших партнеров в первом поколении. Это тоже можно отнести к плюсам или к минусам. Да, вот то, что квалификационным считается первый уровень. Но это условия нашего маркетинг-плана. Потому что существует большое количество партнерских программ, где есть, скажем так, элементы компрессии. Если человек какой-то счет не заплатил, там сдвигается нижняя структура, передвигается к верхнему и так далее, у нас такого нет. И очень важный момент, на который следует обратить внимание, у нас нет такого понятия, как обгоны и потери структуры. В огромном количестве партнерских программ, если вас кто-то догоняет по квалификации, вы теряете вознаграждение. Есть большое количество партнерских программ, где вы структуру-то теряете, больше с нее никогда ничего не получите. У нас такого нет. Вы получаете фиксированные проценты с фиксированных уровней. Но это условия нашего маркетинга. Что еще особенного есть в нашей программе? То, что я уже говорил. Сделав инвестицию на 15 долларов, вы здесь можете зарабатывать сотни и тысячи долларов в месяц. Важный момент. Нам не нужно подтверждать ту квалификацию, которую мы получили. Вот вы стали, я не знаю, лидером, вы никогда уже не станете консультантом или партнером. И вас никто не заставит сделать какой-то промежуток времени, повторить какой-то товарооборот, сделать какую-то личную закупку обязательную и так далее. У нас этих условий нет. Кстати, еще очень важный момент. Вы знаете, не так много MLM-компаний, в которых, скажем так, вы деньги получаете тут же на свой счет. Их совсем немного. Здесь у нас не вписано это в преимущество. А это преимущество, потому что огромное количество партнерских программ, наверное, более 90%, они выплачивают деньги раз в месяц, какие-то раз в неделю. А здесь вы заработали за день, например, более 30 долларов. Вы можете поставить заявку на вывод, и вам эти деньги выведут. Это тоже очень важно. Есть огромное количество крупных компаний, где вы нарабатываете товарооборот целый месяц, и вам потом платят за товарооборот, который вы наработали за месяц. Понимаете меня? То есть люди там получают раз в месяц деньги. Здесь вы можете их получать столько раз, сколько захотите, если ваш товарооборот растет. Это тоже большое-большое преимущество нашего маркетинг-плана. Насчет квалификации еще добавлю. Смотрите, если вы живете в повседневной жизни, и у вас есть образование врача, образование педагога, и вы работаете по этим специальностям. Если вы на служащий, и у вас есть классный значок, если вы имеете рабочую специальность, и у вас есть какой-либо разряд, соответственно, чем выше то, что я сказал, там 6-й разряд, 5-й разряд и так далее, да, тем выше ваш доход, тем выше ваш заработок. Но в повседневной жизни даже нам приходится эту квалификацию подтверждать. Периодически существуют какие-то курсы усовершенствования, периодически, скажем так, создаются комиссии, которые квалифицируют работников медицины, образования, военнослужащих и так далее. Если вы не выполняете условия, соответствующие данной квалификации, которая у вас сейчас есть, вам этот рамп понизит. Соответственно, зарплату вы не получите. У нас такого нет. Высокий процент выплат с первого поколения вы можете получать с тем бонусным вознаграждением до 20%, и от 0,1% до 7% вы можете получать вплоть до 24 уровня глубины вашей структуры. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить за собой в этот бизнес, но опять же здесь нужно соблюдать такой элемент разумности, потому что если вокруг вас будет огромное количество активных людей, и вы их сразу ведете в этот бизнес, 20, например, и все будут вам звонить в течение дня и говорить «помоги мне построить бизнес», рассказать одному, второму, третьему, десятому, вы знаете, ваша семья будет недовольна этой ситуацией, если она у вас есть, ваши родные и близкие будут недовольны этой ситуацией, ваши дети, скажем так, забудут, как вы выглядите и так далее, и так далее. А вот этого делать не надо. В нашем бизнесе можно работать с семьями, но все равно, скажем так, жизнь полна еще всего хорошего, много всего хорошего в жизни, и надо не забывать, что помимо, скажем так, бизнеса Skyway Capital есть что-то еще. Есть, скажем так, вкусная пища, есть красивые места, есть люди, которых вы любите, которые любят вас, и они бы не хотели вас терять из-за этого бизнеса. Поэтому соизмеряйте свои усилия, которые вы готовы здесь прилагать, 70 часов в неделю даже достаточно, если вы где-то еще работаете в неделю, но активно вы можете делать в этом режиме 7-10 часов в неделю, у вас появится первый доход, возможно, когда-то встанет вопрос, надо ли вам тратить время на то, что вы делаете каждый день в другом месте, если вам этот бизнес может давать очень серьезный источник дохода. Ну, я говорю, что подходите ко всему, скажем так, творчески, но с умом. Не надо сразу переписывать весь земной шар, и очень важный момент, да, ни в коем случае не становитесь людьми, которые разбрасывают там многомиллионное количество ссылок своих реферальных, да, им абсолютно плевать, какое количество людей зарегистрировалось, главное, чтобы выдушить из них любую проплату и заработать денег. Деньги – это классно, деньги – это результат вашего труда, деньги – это то, что, скажем так, позволяет вам чувствовать себя уверенно, тратить их на то, что вы любите, то, что нравится вам, вашим семьям, вот. Но нельзя, наверное, и ставить во главу угла, да, и молиться на них, вот, и все делать только ради денег. К нам в бизнес люди идут по разным причинам. Кто-то увидел идею Юницкого, да, увидел, скажем так, то, что ее нужно внедрять, то, что хочет он улучшить этот мир и так далее, идейные люди, это хорошо. Есть люди-технари, которые действительно разобрались с технологией, понимают, что это важно, они готовы тоже прилагать свои усилия и так далее. Есть те, которые хотели бы улучшить свою материальную сторону жизни, и ничего плохого в этом нет, вот. А есть те, которые увидели все, что я перечислил. Есть люди, приходящие к нам, которые идут просто за признанием, потому что в их ежедневной жизни, которая у них есть, им никто даже спасибо не сказал, хотя они, может быть, даже помогли огромному количеству людей. Поэтому причин прихода в наш бизнес их очень много. И если вы кому-то хотите предложить, слушайте людей внимательно, общайтесь с ними. Общайтесь с ними не для того, чтобы с них снять денег, да, а просто потому, что они такие есть, что вокруг есть большое количество людей, и, возможно, даже есть какое-то количество, с которыми вы общаетесь часто, но им вы просто не предложите, потому что где-то в глубине души знаете, что общаясь с людьми, им кто-то предлагал решение их вопросов, но они ничего не делали, и это ни к чему не приводило. Просто дружите с ними, насколько это возможно. Никого не тащите за рога, не притягивайте, скажем так, я не знаю, на цепи и так далее, и так далее. Ни в коем случае ни за кого не платите своих денег. Ни в коем случае не пытайтесь человека сделать счастливее, чем он есть. Вы сказали, что вот есть там такой скайвей капитал, там ты можешь благодаря ему стать богаче, ты станешь акционером, у тебя будет немереный денег. Он сказал, да ну все это фуфло, а вы берете, блин, регистрируете его, да. А потом, когда просите у него паспорт, чтобы подписать договор, в соответствии с которым он приобрел какой-нибудь пакет акций, он начинает конючить и говорит, слушай, я не дам тебе паспорта, я же тебе сказал, что это бред, я в это не верю. А вы хотели сделать его счастливее, чем он хотел это сделать сам. Вот этого делать не нужно никогда. И нигде, кстати, ни в одном направлении. Вы можете кормить людей за, скажем так, свой счет. Они могут наесться, а через какое-то время они привыкнут, блин, а если вы их не покормите какой-то в промежуток времени, они на вас обидятся. Вот, если вы их не покормите второй раз, они на вас разозлятся, а потом они будут вас поносить направо-налево, что вы такой жадный, что вы их не кормите. Не создавайте такой ситуации. Наверняка вы все знаете, скажем так, басню про нищего, который повадился ходить, да, на берег реки или озера, где рыбаки каждый день ловили рыбу. Первый раз попросил ему, один дал рыбу, второй раз попросил, дал рыбу, третий раз попросил ему, третий рыбак дал удочку и сказал, садись лови. Сколько поймаешь, вся твоя. Вот то же самое здесь, в нашем бизнесе, это самый правильный подход. Вы можете помочь, поддержать, вы можете научить чему-то, если что-то вы умеете, да, но никогда ни за кого не делайте никаких действий. Представьте себе ситуацию, да, что вы знаете, что владение иностранными языками, это классно. Вот, записали на курсы своего родственника и ходите за него учить иностранный язык. Помогли вы ему выучить язык? Наверное, нет. То же самое у нас. Вот таким вот образом. Итак, друзья, у меня как бы информация касаемая нашего маркетинг-плана, в принципе, вся. Сейчас я включу чат, потому что там была активная переписка, я даже не читал, о чем идет речь. Я думаю, что, скажем так, она была активна. Нашлись злопыхатели там и так далее, и так далее. Так, коллеги, что вы тут спрашивали? Так. Три новые видео, да, Владислав? Три новые видео, которые сделал Павел Манылов, вот. Они просты, кстати, действительно, их можно использовать как инструменты, потому что одно из них рассказывает, что из себя представляет компания, а второе, кстати, рассказывает вот этот маркетинг-план, который я сейчас разжевывал, который я сейчас разъяснял и так далее, и так далее. Вот. Запись будет, Натали, да, на Ютубе будет запись. Ну, то, что вы тут переписывали с этим человеком, он даже имя своего не назвал, вот, потому что стесняются. Вы знаете, мир полон скептиков, и еще мир полон, знаете, кого? Циники, да? Вот те, кто читал Киосаки, знают, что есть циники. Это самые страшные люди на планете. То есть циник, это тот, который знает тысячи способов того, что никогда не сработает, но он никогда не знает хотя бы одного, который принесет какой-то результат. Они, скажем так, свой страх скрывают за мнимым знанием всего на свете, да, то, что они все знайки. Ну, вот есть очень хорошая фраза у того же Роберта Киосаки, который сказал «богатый папа», да? Глупо прикидываться умным, если ты в чем-то не разобрался. Если ты считаешь себя умнее всех, значит, ты достиг вершины глупости. Я вам рекомендую никогда в такой ситуации не быть. Если вы чего-то не знаете, лучше, что вы можете сделать, это в чем-то разобраться, узнать. Да, но может, вам не понравится и так далее. А просто, скажем так, поливать грязью чего-то, ну, мы привыкли к этому, правильно? У нас часто такое бывает. Вот. Кстати, вот человек написал, что почему бы такой хороший проект не выставить на краудинговую площадку, платформу, да, как другие делают, а у нас она такая и есть. То есть человек абсолютно не вник, да, абсолютно, скажем так, сидит в каске, как, я не знаю, как ракушка, да, вот, и считает себя умнее всех. То есть он нам предложил выложить данный проект на краудинвестинговую площадку, а мы такой и являемся. Почитайте материалы о нас в интернете. К каким проектам мы относимся? То, что вы что-то видели, это, ну, ни о чем не говорим. Бизнесер. Вот, слово-то какое-то кривое, блин. Так, какие еще у вас есть вопросы? Оля, давайте так я вам скажу. Смотрите, что касаемо смены дисконта, да, вот этот вопрос стал болезненным, потому что... Давайте я свою позицию выскажу, хорошо? То есть человек, который бизнесер нам тут писал, что много такого видел, да, я не горжусь тем, я не кричусь, что я там какой-то крутой сетевик и так далее, но опыт работы в MLM бизнесе у меня там составляет, начиная с 2000 года, да, то есть я, в принципе, до прихода в компанию Skyway больше нигде не работал, занимался сетями и так далее. Всегда был сторонником, всегда слушал людей, вот тех же миллионеров, например, Рэнди Гейджа, да, вот, там, того же Тома Шрайтера и кого-то еще, которые приезжали на трейдинге, они говорили следующее, ребят, никогда не довешивайте на бизнес чего-то того, чего в нем нет, да, никогда не придумывайте истории, которых реально не было, никогда, скажем так, не украшайте свой бизнес настолько, что он, блин, будет слишком слащавым и приторным, да, то есть говорите то, о чем есть, вот, что реально существует, если к вам приходит информация от компании, что она планирует сделать вот это, вот это, вот это, тогда вы можете это озвучить, но берите информацию из официальных источников компании, да, вот, что еще важно, то, что, когда вы строите партнерскую сеть, да, важно до ваших партнеров доносить достоверную информацию, если вы где-то в клиентском чате или даже на вебинаре от кого-то услышали информацию о чем-то, перепроверьте ее тысячу раз, потому что MLM бизнес так устроен, что какие-нибудь глупости, да, либо дезинформацию спускать вниз по сети, ну, это было бы катастрофично, потому что плохая информация по сети расходится быстрее, чем хорошая, и прежде чем, скажем так, пугать людей сменой дисконта и так далее, и так далее, самое лучшее, что вы можете сделать, да, это поинтересоваться у сотрудников компании, либо зайти на сайт и увидеть. Кто из вас видел сообщение нашей компании, что мы меняем дисконт там чуть ли вот не завтра? А я слышал, что некоторые люди и в чатах видел, да, что вот там с первого мая мы дисконт меняем и так далее. Нигде этого не было. Поэтому я вам могу сказать следующее, коллеги, информацию о смене дисконта, я думаю, вы получите не меньше, чем за две недели до того, как его будут менять. Вам всем будет предоставлено время купить еще акции по этому дисконту, который есть. Вот. Наша компания никогда себя по-другому не вела. Мы никогда не давали информацию, что вот, ребята, все, дисконт мы завтра меняем. Мы заранее предупреждали, и в принципе, как правило, к смене дисконта и к переходу на другой этап у нас еще появлялись какие-то акционные пакеты, да, которые выгодны нашим инвесторам, которые уже ими стали, и новичкам в том числе. Вот таким вот образом. Поэтому я могу сказать так, что вы совершенно спокойно можете себя чувствовать на протяжении первой половины мая, это точно, но спокойно с точки зрения чего, что ничего меняться не будет, дисконт меняться не будет и так далее. Заметьте, это я говорю про компании RSV System и компании Skyway Capital. Про какие-то другие проекты у меня информации нет, да, где там, что там будет меняться, вот даже не интересовался и так далее. Я сотрудник компании, вот, я получаю информацию от руководства компании, которая руководит Анатолий Дорчуницкий. Поэтому я вам просто рекомендую, друзья, стройте бизнес в том режиме, в котором вы его строили. И, наверное, один из минусов MLM бизнеса и, в принципе, партнерских программ, это именно то, почему вы меня спросили про смену дисконта. Если вы нормально, планомерно, да, систематически работаете по нашему маркетингу плану, то вам все равно, когда сменится дисконт. Понимаете? Потому что вы будете это делать бизнес, скажем так, с дисконтом, который будет от 53 до 500, либо там от 48, например, до 450, да. Вот таким вот образом. Просто люди, которые будут приходить к вам, например, там в июле месяце, они будут покупать акции, скажем так, в них будет меньшее количество. По маркетинг плану вам будут начисляться те же самые деньги. Поэтому сами себе не создавайте авральную ситуацию. Я знаю, что есть большое количество людей, которые потрудились в конце пятого этапа, да, заработали какую-то сумму денег, потом думают, ну ладно, деньги есть, люди мне не верят и так далее, вот дисконт когда будет, я снова, скажем так, в авральном режиме поработаю, вот, и привлеку себе снова там какое-то количество людей. Лучше это делать в режиме ежедневного, еженедельного труда, и чтобы прибыль у вас приходила каждый день и каждую неделю. Вот и все. По поводу смены дисконта, вот, написали с 15 по 30, да, я могу сказать, что до 15-го числа ничего меняться не будет. А если бы дисконт менялся 15-го числа, зная, что у нас сейчас праздники, да, начинается 4 праздника, сейчас будет, потом еще, то компания уже бы написала, что, друзья, осталось 2 недели, да, тем более праздники, поэтому если вы хотите, скажем так, подзаработать и чтобы ваши окружающие получили выгодный дисконт, напрягайтесь во время праздников. Этого же не пришло, нигде же не сказано об этом, правда. Поэтому, как говорят на Украине, не переимайтесь, просто работайте, просто давайте людям информацию. Какие еще вопросы есть, коллеги? Если их нет, я буду заканчивать, сегодня еще в 19 часов будет вебинар, который будет проводить Григорий Мирошниченко. Григорий Мирошниченко. Спасибо вам за то, что написали, что молодец. Коллеги, ну, наверное, еще раз скажу моя рекомендация, да, делайте этот бизнес открытой душой, вот, не придумывайте ничего своего, да, не пытайтесь, скажем так, какой-то легкой, хотя неправда, она бывает неправдой всегда, то есть вранье, оно есть вранье. Не пытайтесь при помощи, скажем так, какой-то вот недоговорки, скажем так, вранья подстегнуть, чтобы люди вам понесли деньги. Поверьте, это вскроется. Если вы людей, скажем так, мотивнули не тем, да, испугали их, что завтра поменяется дисконт, а он месяц не будет меняться, вы потеряете огромное количество ваших, скажем так, приверженцев и сторонников, потому что они поймут, что вы просто даете ложную тревогу, да. Есть куча мультфильмов, всяких этих сказок на эту тему, да, когда там вот, там, волки бегут, выбежали, нет волков, второй раз, второй раз, волки бегут, нет волков, третий раз, блин, волки бегут, никто не поверил, волки всех сажали. Не будьте таким, хорошо, и у вас все будет хорошо. Итак, друзья, спасибо за информацию, отличного вам, отличной пятницы, да, впереди там будет суббота, воскресенье, у кого-то еще понедельник, вторник, выходные, в каких-то странах этого нет, но тем не менее, желаю вам хороших выходных, вот, чтобы у вас в душе все было нормально, чтобы у вас было здоровье, чтобы у вас был оптимизм, да, чтобы вы, скажем так, знали, для чего вы все это делаете, потому что добавили еще от себя, что действительно основной целью, вот, если один человек, для которого, скажем так, наш проект является, ну вот, самым, что не является целью, Анатолий Дарович Юницкий, для всех остальных, это, по сути дела, инструмент, да, либо возможность приложения своих физических, моральных, духовных, финансовых усилий для достижения помощи, может быть, Юницкому, да, это точно, все мы помогаем Анатолию Даровичу, потому что он генеральный конструктор и так далее, но для достижения чего-то важного для вас, потому что у вас есть свои какие-то цели, у вас есть свои взгляды, у вас есть то, что у вас греет изнутри, да, ваше сердце, ваше душу, вот, поэтому делайте это для того, чтобы реализовать что-то для себя, в хорошем смысле, не только что мне, 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 а для себя и для тех, кто рядом с вами, и тогда мир станет лучше, вот, жизнь станет лучше, будет светить вот такое солнце, даже если его не будет на небосклоне, да, в вашем сердце, и все будет получаться. Да, всех поздравляю с праздниками, друзья, вот, ну, до новых встреч, наверное, уже на следующей неделе, потому что я буду со среды, да, мероприятие, которое у нас планируется в вебинарной комнате в понедельник и во вторник, который будет проводить Ирина Волкова, да, Инета Анжина, Григорий Мирошниченко во вторник, они будут, вот, мы уточним информацию по семейной встрече, мы по технологии, если все будет в порядке, соответственно, заглядывайте в раздел расписания в личном кабинете, да, каждого партнера, и там будет достоверная информация. Еще раз всех с праздником, здоровья, любви, денег, и до свидания.